Высоты не побоялись даже маленькие дети. Кабинки полузакрытого типа, комфортные и безопасные. Семья Хлычевых пришла на открытие в полном составе. По их словам, виды города завораживают. Среднее время полного оборота колеса – 15 минут. Однако, воспоминания о такой поездке останутся на долгие годы. Прекрасный вид. Большую часть Анапы мы видим, наблюдаем. Даже как житель Анапы, интересно посмотреть с высоты птичьего полета. Все замечательно. Просто неописуемое. Просто класс. Как на диване сидим и любуемся. В первых рядах прокатиться на аттракционе совершенно бесплатно смогли дети из приемных семей. Всего за праздничные дни колесо обозрения бесплатно посетили порядка 500 ребят. Владельцы аттракциона намерены сделать благотворительную акцию регулярной. Есть категории детей, которые нуждаются в особой заботе государства. И они должны быть счастливы в нашем городе. Потому что Анапа – это город детства, город, который встречает детей со всех концов страны и за рубежа в том числе. И это здорово, когда бизнес является социально ответственным и не забывает об этом. Казалось бы, мелочь. Просто пригласительные билеты. Но это огромное счастье для детей и помощи их родителям. Поэтому пусть больше будет аттракционов и пусть будет больше добрых открытых сердец, которые готовы помогать нашим анапским детям. В день открытия на 70-метровом колесе обозрения прокатились несколько тысяч человек. На протяжении всего курортного сезона оно будет работать с 10 утра и до полуночи без выходных. Однако в руководстве парка не исключают, что аттракцион будут запускать и в межсезонье. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.